Здравствуйте! Сегодня в комплексе коммерческих бань монтируем длиннющий горизонтальный участок дымохода для печи с длиннющим топливным каналом. Так что приготовьтесь писать свои комментарии, будем вместе решать, заработает система или нет. Перед нами стоит задача установить новые печи в парных, подключить их к дымоходу, а после исправить вот эту печаль. Снег зимой в Сибири никто не отменял, так что дымоход нужно закреплять. Все чаще для коммерческих бань у нас берут чугунные печи Эверест Легкий Пар Профи. Вот и в этот раз по программе монтажа ребята поймали заказ на установку трех таких махин. Кстати, ловите промокод на скидку при заказе с сайта форнакс.ру. И, опять же, кстати, появилась новая версия таких печей – печь по-серому. Ну, про героиню сегодняшнего ролика мы много рассказывали в наших видео. Она модульная, нижняя часть – чугунная топка, верхняя – чугунная каменка. Печь полностью составная, и это хорошо. Так как нам сегодня нужно провести топливный канал через широкую кирпичную стену. Мы нарастили топливный канал, добавив три сегмента. В стене буром аккуратно проделывали проем. Ставим тяжеленную топку на место. Нам дополнительно пришлось удлинять канал для ящика зольника. Красим его жаростойкой краской, сажаем на герметик, и уже после закрепляем дверцу топливного канала. Как считаете, будет ли удобно пользоваться печью с таким длинным топливным каналом? Пишите в комментариях. Патрубок, на который устанавливается второй этаж печи, промажем герметиком, на который уложим уплотнительный шнур. Поместим на место блок печи с чугунной закрытой каменкой, наденем кожух в сетку и, наконец-то, займемся дымоходом. Все элементы дымохода покрашены вручную жаростойкой краской. Подробнее о том, как мы это делаем, смотрите на нашем канале. Помним, что у нас на улице с дымоходом печаль, но пока мы установили в паной горизонтальный участок в 3 метра, закрепив сэндвич трубы к потолку стеновыми кронштейнами. Такое решение принял заказчик. Видимо, оно обусловлено особенностями планировки помещений. Да, мы прекрасно знаем, что горизонтальный участок дымохода лучше не делать больше метра. И конкретно в этом случае, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, трехметровой конструкции дали небольшой уклон от печи. Два первых модуля дымохода от печки чугунные. Далее двумя сэндвич-отводами под 135 градусов переводим трубу в горизонт. И здесь уже по месту подгоняем две сэндвич-трубы, укорачивая их. Да, по сыпучему вермикулиту в трубах уже понятно, что собираем дымоход УМК. Он будет трудиться в коммерческой бане, поэтому и выбрали сэндвичи с миллиметровой внутренней трубой. Докрашиваем последние элементы, помещаем их на место, проверяем уровень и скрепляем все места стыков элементов дымохода хомутами. Первый, самый важный этап завершен. А то, как мы будем решать проблему засаживания горизонтального участка, и то, как нужно было крепить дымоход, чтобы его не свернуло снегом, смотрите в нашем следующем видео. Чтобы не пропустить его выход, подпишитесь. Ну а на сегодня все. Ждем ваших комментариев. До встречи. Пока.